Информация о блокировке строительства трубопровода Болитк Пайп выглядит чрезвычайно негативно. Она кажется частью масштабной геополитической игры против Варшавы, ведь трудно представить, что датчане отозвали свое разрешение трехлетней давности, переживая исключительно о летучих мышах. Кто-то явно хочет поставить Польшу на колени, используя энергетический шантаж, с возмущением пишет польская интернет-издание W Politis. Развитие ситуации смотрится недвусмысленно. Германия и Россия получают разрешение США на достройку Северного потока-2, а Польши запрещают строить газопровод. Получается, что союзники не позволяют нам, а в перспективе всему региону, отказаться от российского газа и добиться энергетической независимости. Кроме того, увеличивается давление на польскую энергетику, работающую на угле. Возможно удар по шахте Туров в Богатыни. Требование Евросоюза закрыть шахту, находящуюся на границе с Чехией, не был случайным. Одновременно отмечен рост ставок на выбросы углекислого газа. Они стали основным фактором роста инфляции в Польше. Смена администрации в США также хорошо увязывается в происходящее. Однако пока рано делать выводы, нацелено ли все это на то, чтобы вынудить Варшаву пойти на уступки, отказаться от амбиций, учесть интересы Берлина и Москвы, или направлено на что-то более серьезное. Мы лишь наблюдаем, что в различных сферах Польша готовят ловушку, из которой, возможно, она не сумеет выбраться. В Варшаве нужно бороться, так как геополитические тиски сжимаются, а конъюнктура становится менее благоприятной. Однако ничто пока не предопределено и не решено окончательно. Поэтому всему политическому классу Польши предстоит сдать важнейший экзамен по зрелости и приверженности интересам страны. Ставки невероятно высоки, вероятно, они даже больше, чем мы себе можем представить. Интересно, признают ли теперь свои ошибки и извинятся те, кто обвинял в свое время Дональда Трампа в пророссийских настроениях, подытожила СМИ.